У минулым годзе за час проведения промых телефонных линий у областным выканавчим комитете отрымали больше, как 800 звонков. На сегодняшний день 20% зворотов уже выращены становча. Частка находится на контроле. Як разглядаются огученные проблемы, высветлял Олег Синсерову. Промые телефонные линии у Беларуси проводятся за 2015 года. Кожную субботу с 9 до 12.00 на звонки отказываются керовники областного, гомельского городского и всех районных выканавших комитетов. Головная мета – повышение эффективности работы со зворотами громадян. Только у обл. выканками летость приняли 813 звонков. За это у середнего 16 зворотов за один прием. Еще больше насыщенными оказались прямые телефонные линии за старшиней гомельского областного выканавчика комитета. По 27 потелефоновавших, больше третий этих зворотов уже выращена становча. Амаль у полови выпадков хапила просто готломочение. Остальные звонки взяты на контроль. Надо понимать, что невозможно все вопросы быстро решить так, как просят граждане. В основном это связано с тем, что требуется либо дополнительное финансирование, а если есть уже выделенные деньги, требуется время, чтобы выполнить определенные работы. То есть эти вопросы до окончания работ, таких как капремонт домов, ремонт дорог, ремонт школ, больниц, они остаются на контроле до полного завершения этих работ. Особливая увага со старелым и инвалидом. Приехать непосредственно на прием импроса складана, а звертаться по интернету шматка не можа. Промые телефонные линии, махчимость не только звернуться до керониста региона, но и становиться вырешать истинную проблему. Сегодня на 17-м вёстке прибор это больше 900 человек. Правда, практически каждый четвертый из их пенсионеров переважно больше этих людей проживает в центре вёстки. Часто для их просто дойти до приема складана, а чекать автобус под дождем и снегом – еще тое в упробовании. После звонка на промые телефонные линии в старшине гомельского обработка Молодимира Дворника два новые автобусные приема у вёстки установили у себя за три дня. У вогули транспортные зносины помеж Прибором и гомелем добрые, але и некаких виленочеканий у неспрояльных умовах не додавали ни настрою, ни здоровья. Теперь об этой проблеме можно забыть. От имени жителей старшего возраста деревни Прибор хочу поблагодарить руководство области района за то, что нам сделали такие остановки. Значит, дождь, подходим, нету дождя, можем спокойно постоять, снег, то же самое. Так что очень благодарны мы. Вот такую поликлинику идешь, это же отлично. Ни ветер не дует, ни снег, ни дождь не капает. И скамеечки. Спасибо, спасибо. Транспортная тема подчас промых телефонных линий у вогули огочивается часто. Люди просят и дороги отрамотовать, и новые автобусные маршруты организовать. У якости опушника прикладу становчика выращения огоченной проблемы при общении автобусного руху у накерунку Гомель, поселок Червоный Маяк. С такой просьбой до старшиня Абалаканкама Владимира Дворника звернулась жахарка областного центра. А про чатаго у Гомель Абал-Автотрансе пропорцевали пытания организации нового маршрута у Добрском районе и Жлобине. У этом райцентре жахары одного из городских рабочих поселков доехать до працы, покой могут только на властном транспорте. Позволит разрушить центральную часть города Жлобина, спальный микрорайон и свяжет жителей рабочего поселка с заводом непосредственно. Но, однако, в настоящий момент нет определенных дорожных условий, над которыми работают заинтересованные службы. И как только они будут созданы, транспортные предприятия наше Жлобино-Автотранс приступят к выполнению указанного рейса. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадио, компания Гомель.